Сейчас я хотел бы рассказать небольшую такую вводную историю Пурану, которая рассказывает, каким образом вообще устроена духовная жизнь. Однажды, очень давно, на заре нашего творения, когда только мы еще входили в Калиюгу, мы только-только погружались в нее, мы еще даже не вошли. С чего она, собственно, началась? Я об этом сейчас расскажу. Был святой царь по имени Махараджа Парикшит. На самом деле Махараджа Парикшит был не просто святым царем. Его династия, она брала начало от великого лучника Арджуны. А Арджуна был лучшим другом Кришны. И именно Арджуне, своему другу, Кришна рассказал Бхагавадгиту. И Кришна, как вы знаете, некоторые называют его аватар, то есть спустившийся на землю воплощения Бога Вишну. Но сами веды позиционируют Кришну как изначального Бога, своям Бхагаван, то есть изначальный Бог. И вот очень интересно, что уже когда Кришна оставил эту землю, когда его лилы божественные завершились, он сыграл лилу божественного хода, то есть он как бы появился как земной человек и ушел как земной человек и царь. То есть все это было наполнено мистерией, такой тайной, для того, чтобы материалисты утвердились в том, что Кришна это всего лишь обыкновенная личность. А духовные провидцы утвердились в мнении в том, что Кришна на самом деле является неким иным, как своем Бхагаван, изначальным Богом. И вот внук того самого великого лучника Арджуны, Махараджа Парикшит, был правителем всей земли. Когда-то наша земля, она не разделялась на различные государства. Это была единая арийская империя, единое такое духовное образование, и который правил, как правило, так сказать, Раджариши, святой царь. Вот таким Раджариши, святым царем, был Махараджа Парикшит. Он был таким реализованным, самопознавшим себя царем. И он перемещался на мистической колеснице с помощью таких сирх по своему творению и осматривал однажды, что происходит, чтобы поддерживать дхарму. Дхарма, помните, мы с вами говорили о том, что дхарма – это религия или это долг, или это есть внутреннее, заложенное в нас самих качество, которое требует своего развития или своей реализации, актуализации. И вот, например, дхармой нашей души является служение. То есть уже в самой программе некой такой божественной заложено, что мы хотим служить. И душа на самом деле – служанка Бога. И ее высшим хозяином, высшим объектом любви является Господь. Но поскольку душа воплощается в тело, и тело как некое такое покрытие, органы чувств, наше материальное эго, наши какие-то психические эмоции, они являются той непрозрачной средой аберрации, то есть искажения подлинных чувств любви, поэтому мы преломляем наше желание служения на социальную сферу. Мы начинаем служить государству, выстраиваем какую-то карьеру, служим нашим детям, служим нашим близким, знакомым, служим каким-то госкорпорациям или каким-то частным корпорациям. Но в конечном итоге дхармой нашей души изначальным желанием является служение Богу. И вот когда Махараджа Парикши, царь мудрец, святой царь, единый правитель всей земли, совершал свой такой мистический облет своего государства, он вдруг заметил очень странную картину. Он вдруг увидел человека, который был одет в одежде царя, очень дорого был одет, такой лакшевый сегмент, такой, знаете, как бы дресс-код у него потрясающий. Но сам он выглядел как шудра, то есть было видно, что он из низшего сословия, такой физиогномически, черты лица его не были аристократическими, а одежда была аристократической, что рождал определенный диссонанс. Вы знаете, вот существует наука физиогномика, которая определяет по чертам лица характер человека, его карму, определяет его принадлежность к тому или иному сословию, типу культуры, типу темперамента. И вот, когда Махараджа Парикшит, который, разумеется, раз он правитель, он может посмотреть на человека и сканировать сразу, понимать, кто перед ним стоит, какой бэкграунд у человека. Любой провидец, даже если мы возьмем в современном материальном опыте какой-нибудь бизнесмен, какой-нибудь глава холдинга, к нему приходят посетители или он с кем-то встречается на бизнес-встречи, по нескольким словам, по манере говорить или как-то вот по энергетике человека, опытный глава холдинга может определить, кто перед ним находится, какой уровень заработка человека, какой уровень его компетенции. То есть, как правило, это уже даже не столько интуиция, сколько вот наработанный такой сам капитал связей, опыт общения, он сразу дает подсказку, какой-то определенный высвечивает файл, кто перед ним находится. И то же самое Махараджа Парикшет, когда он совершал облет, он увидел человека, он понял, что это шудро, очевидно, что это не аристократ, это какой-то ло-калча, ло-касты, представитель низшей касты, но при этом одетый в одежде царя. И что он делал? Он обрубил ноги коровой своим мечом, дорогим мечом, и он отрубил три ноги быку. И бык стоял, мучился на одной только ноге, еще не обрубленной, в то время, как мать корова уже лежала обезноженная, истекающая кровью, а бык сильно так мучал вот от боли. Когда он увидел это, конечно, в возмущении гнев просто закипел, вот такой праведный гнев закипел в сердце Махараджа Парикшета, и он сам достал свой меч, чтобы обрубить уже теперь голову этого самозванца царя, потому что его задача это защищать тхарму, а бык является воплощением как раз тхармы, воплощением религии. Представьте себе, что одержимый таким достаточно святым гневом Махараджа Парикшета уже занес лезвие своего меча, чтобы отрубить голову этому шудри царю, и этот царь, он что сделал, он такой, знаете, настоящий искусный дипломат, очень такой хитрый, он сразу упал на колени, сложил руки и сказал, не убивай, не убивай меня, царь, пожалуйста, прошу, умоляю, ты же кшатрий, ты же благородный правитель, ты знаешь, если кто-то сдается тебе на милость, ты не можешь убить, поэтому умоляю, не убивай, дай мне пощаду, пощади меня, и поскольку вот этот самозвание обратился к такому, можно сказать, внутреннему благородному коду рыцаря, то есть он попросил о пощаде, знаете, есть такая поговорка, по винную голову меч не сечет, то есть ты не можешь отрубить голову человеку, если тот виниться, сразу признает свою вину и склоняет свою голову, меч отказывается сечь такую голову, поэтому он сказал, хорошо, объясни мне, что ты делал, почему ты отрубил ноги матери нашей корове и зачем ты отрубил вот уже ноги быку и только одну ногу оставил, слава Богу, что я спас ее, тогда этот самозванец сказал, я вообще Кали Махарадж, это название нашей эпохи, то есть по сути дела этот самозванец это был сатана, то есть это воплощение сатаны, воплощение князя мира всего, мы можем по-разному называть Люцифер, дьявол, разные характеристики, ну, некое такое воплощенное зло, на самом деле зло не имеет центра, центр имеет только добро, то есть в центре всегда будет Господь, зло всегда периферийно и по некому такому закону это материальный закон, потому что мы живем с вами в материальном мире, сам этот мир сам по себе он есть обитель зла, здесь есть как раз такая дихотомия, деление на добро и зло, то есть вот мы постоянно находимся вот перед выбором, у нас на чаше в лесу что-то всегда висит, нам надо взвешивать, вот этот выбор, как мы думаем, что это свобода, да, в каком-то определенном смысле это свобода, но также не свобода, потому что, как сказал в свое время знаменитый французский великий философ Жан-Жак Руссо, он был просветителем в одном из своих трактатов, он сказал, что существует такой феномен, как диктат свободы и свобода диктатов, то есть, когда у тебя есть выбор, и ты раздираешься, допустим, вот ты поставлен такие условия жесткие, что тебе надо, допустим, кормить семью, тебе нечем кормить семью, и ты стоишь перед выбором, либо легально вот продолжать страдать, и семья будет голодать, либо ты можешь что-то украсть, вот это, с одной стороны, какая-то свобода, но она дает определенный диктат, потому что ты не знаешь, что лучше, как выбрать, ты и мучаешься моральными такими установками совести своей, и с другой стороны, у тебя совесть говорит о том, что ты должен спасти своих детей, там, свою семью, и вот это такой некий диктат, как человек должен поступить. Сегодняшняя парадигма общества потребления и сверхпотребления, которая навязывает нам, что основой экономики является реклама, потребление, удовлетворение чувств человека, удовлетворение потребительской корзины, внешних условий комфорта, лакшери и так далее. Все это стремление постоянно в никуда. На самом деле, это одна глобальная профанация, величайший обман. Потому что подлинное человеческое общество, оно должно быть устроено совершенно по-другому. И раньше, до наступления Кали-Юги, это было именно патерналистское государство. Духовные были покровители, правители, которые помогали человеку обрести самого себя, не заплутать, не заблудиться в этих джунглях. Потому что весь материальный мир со всеми соблазнами – это величайшая опасность. въеды об этом говорят. Есть опасность, то ты уже не получишь человеческое тело из-за того, что ты будешь удовлетворять свои чувства. Ты получишь тело животного, и ты попадешь в цикл инволюции. И потом тебе придется опять пройти все это чуть ли не до насекомого. Будешь опять рождаться, умирать, а это не так уж и приятно. Это на самом деле величайшая боль. Потому что весь этот материальный мир наполнен болью. Мы вот в этой пищевой цепочке имеем определенное преимущество, потому что у нас может быть в руках ружье, мы можем убивать братьев наших меньших, зверей и так далее. И выглядят предпочтительнее. У нас есть разум, но мы используем свой разум практически так же, как животные. Даже хуже животных, потому что мы в своем эгоизме построили определенную модель разрушительную, которая угрожает самой планете Земля и всей ее экологии. И это все Кали-юга. И вот в влачении Кали-юги это Кали-Махарадж, Сатана, который сейчас этот самый Сатана упал на колени и сложил ладони. То есть его когда поймали за хвост, он понимает, что вот сейчас жареным запахло, меня посадят в клетку, в лучшем случае. В худшем меня просто так сказать четвертуют и уничтожат. Поэтому он стал увещевать и умолять пощадить его. И тогда решил изгнать его из своей святой империи. Махарадж Парижа, он сказал, хорошо, я дарю тебе жизнь, но я не сгоняю тебя, выходи вон, пожалуйста, ты не должен, я должен, мои глаза, чтобы тебя не видели здесь вообще жестокость такую. Ты покусился на самое святое, на быка, на отца быка. Бык это отец, с помощью быка вспахивают землю, то есть сажают злаки, он крутит мельничные жернова, крутит, так сказать, мукомольные жернова, с помощью которого зерно перерабатывают в муку. Вот отец, отец, это наш отец, вне всяких сомнений. Вот люди, которые едят говядину, они не понимают даже, что это не фигуральное выражение, это не какая-то отвлеченная поэтическая метафора, это буквально, буквально в ведах написано, что тот человек, который кушает мясо коровы, а корова это мать, или мясо быка, а бык это отец, он будет мучиться в аду ровно столько, сколько волосков теле, на теле этого животного. И в аду вот эта боль, которая подвергает душу, она на тонком плане происходит, то есть мы испытываем ту же боль, как фантомная боль, вот у человека оторвали ноги, ноги нету, а нога ноет, она у него болит, он говорит, ааа, больно что? Ну ему говорят уже, все, ногу отрезали, откуда боль? Болит нога. Нога болит на тонком теле, это фантомная боль, на астральном тонком теле нога еще осталась, она физически уничтожена. Вот в таком тонком теле мучают грешников. Их берут, когда за волосы гемодуты, посланники бога смерти, геморанжа, и тащат в ад, в адские, инфернальные, нижней, нижней сферы, где происходит перевоспитание, то есть инструмент такой перевоспитания, это вначале может быть слово, которое взывает трансформацию человека, потом, может быть, какое-то наказание, то есть кармическая реакция, с нами что-то происходит, а мы все равно не осознаем. Ну и что? Вот мы испытываем какую-то боль, мы думаем, ну что, ну не повезло, или там, господи, ну зачем же ты меня так не любишь, но все равно продолжаем грешить. Тогда после этого наступает уже палка, как элемент перевоспитания, то есть нас конкретно ударяют палкой и наказывают. И это происходит в адских планетах, об этом рассказывает Шимат Багаваде. И так изгоняет его Махараши Парикши, уходи вон из моей империи, тебе здесь нет места. Но он продолжает выторговываться, он продолжает торговываться, со сложными руками он обращается к великому царю и говорит с просьбой, чуть ли не со слезами на глазах, пожалуйста, дай мне вот ну, самую малость, ведь калиюга, я не могу уйти совсем, я же в воплощении этой юги, этой эпохи деградации, дай мне всего лишь пять мест обитания, вот как пять пальцев на руке, пять мест дай и на этом торгуемся, и я тебя назову милосердного, ты меня, так сказать, назовешь послушным, какие ты хочешь места обитания. И вот тогда воплощенный сатана, воплощение этого века взял себе пять мест обитания. Первое место обитания это там, где интоксикация, где наркотики, алкоголь, все, что связано с интоксикацией, вино, алкоголь, наркотики, это помутнение нашего сознания, это деградация, это сатана. Следующее место обитания он взял себе там, где блуд, то есть, разумеется, это публичные дома, это все, что связано, так сказать, вот с сексуальными недозвольными отношениями, целая индустрия у нас есть, торговля телами и так далее, это тоже все сатана. Третье, как ни парадоксально, это азартные игры, то есть, все, что связано с рулеткой, все, что связано вот со всеми такими махинациями финансовыми, это тоже наша эпоха, Кали-Юга, потому что мы видим, вот самый популярный фильм, это «Волк» с Уолл-стрита, а если посмотреть этот фильм, главный герой, он же там тотальный обманщик, он играет на чувствах азарта, на чувствах жадности к людей, это как, понимаете, вот эти все махинации финансовые, это тоже сатана, это воплощение, так сказать, всего дьявольского, что может быть, поэтому попросил себе такое место обитания. Следующее место обитания, которое он попросил себе, это золото, бриллианты, то есть золото, бриллианты, вот эти все сокровища, что куда, вот такой лакшери-сегмент, чтобы, понимаете, у людей начинать сразу бездумие, бриллианты, вот золото, это самое, ради этого совершаются все убийства на земле, все величайшие махинации, амбиции людей, понимаете, ну, это вот, так сказать, место сатаны. Наконец, последнее, пятое, очень, очень важное, это для нас, для всех урок, понимание, что это воплощение сатаны, это мясоедение, то есть везде, где кровь, где мясо, где плоть убитых животных, это тоже место сатаны. Взяв себе это место, опять обитания, как пять пальцев на руке, спокойный такой, с чувством самоудовлетворения и исполненного долга, Калий Махарадж покинул арену, остался только бык с одной ногой, и на него так смотрел, и сострадал его болью, его, так сказать, мучением, Махараджи Парикши, ты посмотрел на этого быка. И давайте с вами подумаем, что только одна последняя нога осталась. На самом деле, бык, как воплощение дхармы, как воплощение религии, четыре ноги его, это четыре базовые принципа любой религии. Итак, первый принцип – это аскетизм. Аскетизм – первая нога религии. Вторая нога – это милосердие. Милосердие, когда мы помогаем близким, когда мы милосердствуем, когда мы несем вот эту светлую энергию любви и служения ближнего. Третья нога – это чистота. То есть соблюдение принципа чистоты и внутренней, и внешней. То есть здесь должна быть чистота помыслов, чистота тела и так далее. И, наконец, та нога, которая осталась у быка, которую не успела отрубить Кали Махараши. Это правдивость, честность, честность. В наш век, если мы возьмем религии, то все институции, увы, духовно-религиозные, они претерпели такую глобальную историю такого обнуления и, я бы сказал, девальвации. То есть уже практически не осталось этих принципов, мы их не найдем, но осталась честность. Поэтому, если мы хотя бы перестаем честность, хотя бы что-то в этом, мы хотя бы, если честные люди, то мы можем дальше построить уже все остальное. К нам вернется и милосердие, и аскетизм, и чистота. КОНЕЦ